Ситуация на Кипре 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 Но давайте все-таки вернемся к теме Кипра Все-таки если Будет введен налог на депозиты Или даже не будет введен Но банки наконец заработают Все равно будет отток вкладчиков Куда потекут российские деньги? Вы ожидаете приток средств в страну? Либо они пойдут искать другие Офшорные юрисдикции? Я думаю, что сейчас Наступило время проверки на прочность Известного тезиса Частного государственного партнерства Нужно с нашими крупными инвесторами договориться об условиях возврата денег в Россию, об условиях их размещения в российских банках и таким образом гарантировать им, что возврат денег будет произведен беспрепятственно и государство поможет эти деньги сохранить. Потому что в противном случае спасать деньги тех структур, которые в том числе ушли из-под налогов и за это снова платить российскому налогоплательщику, если они эти деньги увезут в другие офшоры, было бы по меньшей мере странно, а вообще говоря и опасно, потому что Кипр это первая ласточка, дальше пойдут другие офшоры. И последовательная политика, которую ведут сегодня мировые финансовые державы с борьбой с офшоризацией, она приведет к тому, что, как наш президент 10 лет назад предупреждал бизнесмену, что они замучиваются пульт глотать по судам, так вот многие уже замучились и уже деньги потеряли. Уже сейчас в рамках борьбы за легальность происхождения денег, за прозрачность финансовой системы вводятся довольно жесткие меры по контролю за движением денег сомнительного происхождения и с сомнительными технологиями, с сомнительными целями. Я вас уверяю, что контроль этот будет тотальным, он будет охватывать всю мировую финансовую систему. И мы могли бы, я считаю, очень важно первыми все-таки выступить с мерами по дефшоризации, по созданию условий для того, чтобы деньги вернулись в нашу финансовую систему. И одновременно это означает, с другой стороны, и введение определенных санкций для тех, кто вывозит деньги из страны. Санкции имеются в виду, прежде всего, косвенного характера, о которых я уже говорил, резервирование денег, введение налогов на операции сомнительного происхождения, налогов не новых, а просто распространение существующих налогов. Скажем, если деньги уходят под покупку импорта, который не вернулся в страну, товар не пришел, значит, такие платежи должны облагаться налогом на добавленную стоимость, с тем, чтобы не было мотива использовать фиктивные фирмы-однодневки для ухода из-под налогообложения. И почему бы не предложить нам, поскольку Россия сегодня хозяин двадцатки, не предложить ей соответствующий систему мер для всего мира. Создать налоговый союз международный, куда бы вошли страны, которые исповедуют соответствующие правила приличия финансового поведения. И таким образом дать понять офшорной аристократии, что если они не вернутся в страну, то дальше их не примут уже нигде. Но вам не кажется, что российское правительство сейчас проводит крайне противоположную политику? Ведь сейчас рассматривается вопрос о введении прогрессивной шкалы налогов, вводится новый налог на недвижимость. Это все, наоборот, будет стимулировать к уходу от хранения денег в России. Вы знаете, в действительности более надежного места для нашей офшорной аристократии, чем Россия, сегодня в мире нет. Это иллюзия, что их там кто-то ждет с распростертыми объятиями. Ведь деньги, которые уходят через офшор, они же обратно и возвращаются. То есть офшор это гигантская прачечная по отмыву денег от налогов, больше ничего. И структура движения капитала в офшоры и из офшора в Россию показывает, что примерно здесь баланс. Сколько ушло и почти столько же и пришло, только они не заплатили налогов. Это первая проблема. Вторая проблема связана с тем, что они, попадая в иностранную юрисдикцию, оказываются под правом иностранным. Они должны будут защищать свои права собственности в иностранных судах. И, наконец, третий момент. Они превращаются для нас в иностранцев. Это означает, что мы не можем создавать льготный режим для инвесторов, не понимая происхождения этих инвесторов. Скажем, те же механизмы длинных денег в экономике требуют залогов. Залоги, которые имеют офшорное происхождение, вызывают большие вопросы и сомнения. Если бизнес хочет получать российские кредиты в рублях, в длинную, под низкую процентную ставку, нужно из офшора возвращаться. Нужно здесь формировать залоговую массу. Тогда под эту залоговую массу денежные власти будут выдавать соответствующие кредиты для развития. Все взаимосвязано. Если мы хотим построить в России современную, мощную банковскую систему, ориентированную на развитие, нам нужно деньги из офшоров забирать. И бизнес должен первым в этом деле быть заинтересованным. Но поскольку у бизнеса краткосрочное мышление, как мы видим, кто из бизнесменов мог предположить, что на Кипре ведут этот налог? А завтра может вообще объявить дефолт. А ведь мы предупреждали. Эксперты нашей Академии наук предупреждали многократно, что будет дальнейшее наращивание финансового кризиса, что будут деньги российские отсекать, что в мировой финансовой системе будут рубить деньги слабых, тех, кто не находится в центре принятия решений. А мы пока еще не создали своего собственного финансового центра, не разработали собственные механизмы кредитования своей же экономики и экономики окружающего нас экономического пространства, все время оказываемся на периферии. Поэтому центр мировой финансовой системы всегда решал и будет решать свои проблемы за счет периферии. Поэтому нам нужно создавать свою денежную систему, суверенную, основанную на собственных источниках кредитных, защищенную от внешнего мира соответствующими механизмами контроля за движением капитала и ориентированную на долгосрочные инвестиции в собственное развитие. И мы эту систему должны делать не только для себя, но и для всего таможенного союза, для СНГ. И в этом смысле проблемы Кипра мы могли бы решать, если бы Кипр был в нашей юрисдикции. Если, допустим, Кипр бы находился в евразийском экономическом сообществе, тогда он мог бы получить кредиты как в Таджикистан, как в Киргизии, как в Белоруссии из антикризисного фонда Евразия. А так получается, что от нас требует сейчас помочь стране, которая вне нашей юрисдикции. И если страна хочет действительно получить от России помощь, значит ей нужно входить в наши процессы интеграции. У нас остается совсем немного времени. Хотелось бы поговорить с вами о российской банковской системе. Владимир Путин представил кандидатуру Эльвиры Набиулиной на пост главы Центрального банка. Как вы считаете, насколько с этим значением изменится политика Российского Центрального банка? Я думаю, что у Эльвиры все получится. Она прекрасная специалист, и она знакома со всеми разработками, которые сегодня подготовлены, экспертами, в том числе экспертами Академии наук по расширению гибкости нашей денежной системы, по созданию механизма длинных денег в экономике, по обеспечению долгосрочного кредита, который крайне нужен нашим предприятиям, но и по защите нашей финансовой безопасности тоже. А какие основные вызовы будут перед ней стоять? Главный вызов – это замедление экономического роста и, с другой стороны, повышение макроэкономической нестабильности. Эти две задачи, которые часто решают противоположными методами, нужно соединить в единую политику. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Я напомню, что ситуацию на Кипре и в мировой экономике мы обсудили с советником президента России Сергеем Глазевым.